друзья всем привет сегодня хотел поговорить с вами о измерительном инструменте в частности у нас сегодня речь пойдет о штангель циркулях данные измерительный инструмент нам просто необходим в процессе самостоятельного сбора боеприпаса без него мы не можем обойтись поэтому я для вас здесь подготовил некоторое количество штангелей которые были в наличии мы сейчас о них подробно о каждом поговорим ну давайте начнем наверное вот с такого штангель циркуля цифрового это metutoya metutoya очень известный бренд который делает измерительный инструмент измерительный инструмент очень высокого качества очень хорошего класса точности производится он в японии и вот такие штангель циркули они завоевали популярность у российских релоудеров да у российских спортсменов и стрелков кто занимается снаряжением боеприпаса самостоятельно штангель циркули у нас бывают двух видов или даже может быть трех мы сейчас поговорим о двух вариантов это вот такой цифровой который работает от обычных батареек по типу таблеток и бывает у нас штангеля вот такие механические стрелочные в данном случае это тоже metutoya вот он у нас без каких-либо дополнительных функций и в одной системе измерений он будет или в метрической системе или в имперской системе то есть дюймы инчи существует еще самые простые штангеля советские вы наверно их все видели у нас здесь такого нет я считаю что для удобства считывания информации с такого измерительного прибора нужно пользоваться или вот стрелочным механическим или цифровым электронным есть у нас вот такой штангель это компания тесса швейцария также известные и очень качественный производитель менее популярны почему-то в россии у нас как-то стрелки любят metutoya metutoya все на metutoya зациклились но вот данная компания тесса она производит также очень качественный измерительный инструмент если где-то увидите присмотритесь надежно качественно с высоким классом точности также есть у нас вот такой товарищ это штангель от rcbs а rcbs вы все знаете это известный производитель оборудования аксессуаров для самостоятельного снаряжения патронов вот они делают такой штангель под своим брендом он немножко из другой ценовой категории он дешевле прилично но тем не менее это рабочий вариант и можно измерять с ним можно снаряжать тоже посмотрите если бюджет ограничен то можно обратить внимание на вот таких производителей как rcbs хорнаде делает простенькие штангеля но они рабочие смотрите друзья чтобы я посоветовал и порекомендовал лично от себя если вы будете подбирать штангель цифровой то выбирайте штангель циркуль в двух системах измерения это миллиметры метрическая система и дюймы инчи имперская система почему потому что в релоудинге очень много мануалов каких-то характеристик какой-то литературы где система измерений имперская то есть все в дюймах в инчах вам будет намного проще и намного удобней измерять сверяться с какой-то литература и так далее чтобы все это не пересчитывать и не переводить в миллиметры друзья я не упомянул об одном интересном тоже бренде который делает измерительный инструмент это компания стар от соединенные штаты америки у меня просто нет ни одного штангеля к сожалению от этого производителя но это достойный производитель который делает качественный надежный и очень точный измерительный инструмент то есть если вы выбираете то обратите внимание на компанию стар от также хотел что еще сказать хотел бы предостеречь те кто выбирает себе измерительный инструмент присматривается к чему-то не покупайте китайский дешевый измерительный инструмент это деньги выкинутые на ветер ребят я предположу что в китае есть достаточно качественные производители которые делают точный инструмент надежны но наверное их надо знать как-то основная масса которая у нас продается на всяких значит маркетплейсах и площадках интернет-площадках это будет покупка которая вас разочарует я думаю купите один раз хорошего выберите хорошего производителя и с этим инструментом вы будете долго и счастливо снаряжать он вас не подведет и будет вам верой и правдой служить значит давайте сейчас что сделаем я переставлю камеру поближе и мы ради эксперимента не ради сравнения просто для наглядности посмотрим как измеряет каждый из этих приборов представленных у нас есть вот такой набор микрометров это тоже метутое все здесь в этом наборчике есть вот такие вот эталонные меры длины они очень высокого класса точности это тоже родные метутоевские японские ну в частности я в руках держу вот этот эталон он 50 миллиметров плюс минус 0 микрон то есть он это идеал мы сейчас помощью вот таких эталонов прами по проверим как работает каждый из этих штангелей ну что друзья вот я поставил камеру поближе я надеюсь вам будет все видно давайте возьмем наши талончик я постараюсь поближе смотрите надеюсь видно это родной метутоевские вот такой у него класс точности 50 мере миллиметров плюс минус 0 микрон ну будем считать что это эталон возьмем наш цифровой штангель не тут а я включаем его я сразу скажу ребят здесь органы управления у цифровых штангель циркуля они все в принципе одинаковые ничего сложного здесь нет я думаю вы разберетесь кнопка включить выключить кнопка переключения значит между им чами миллиметрами обнуление zero ну и так далее сброс там настроек включаем обнулим 0 или всегда перед тем как начинаете работать протирать вот эти губки с внутренней стороны чтоб на них ничего не было берем наш эталон смотрим тоже чистый вот 50 миллиметров берем стрелочный тот который у нас в миллиметрах также протрем губки с внутренней стороны на всякий случай ставим наш эталон я не знаю чуть-чуть отсвечивает но думаю видно стрелка на нуле ровно 50 миллиметров стрелочные индикаторы они конечно стрелочные штангеля очень надежные никаким образом он вас не подведет если на электронных может сесть батарейка или еще есть такой момент ребят когда батарейка подсаживается то электронный штангель он начинает немножко под глючевать то есть он или его нужно чаще обнулять или он начинает не точные показания снимать ну в общем за батарейкой нужно следить вот возьмем тессу также протрем губки здесь 50 миллиметров 50 миллиметров еще хочу момент сказать что касается конкретно тессы здесь сам штангель циркуль он если его не использовать какое-то время я точно не знаю какое-то может быть полчаса может быть меньше он отключается сам то есть если сравнивать допустим с той же метутой до цифровой то если вы не отключите его то есть через кнопку он of он у вас будет все время включен и будет поджирать батарейку постоянно ну вот что касается тессы такой небольшой но я считаю плюс ну возьмем rcbs из другого ценового сегмента прилично подешевле тоже включим его протрем губки вот у него есть такая тема он вроде должен быть в нуле а у него пляшет сотка сейчас нормально давайте попробуем замерить этим штангелем ну вот тоже он меряет 50 миллиметров давайте еще раз вот 50 миллиметров вот имеет место быть можно таким работать вот ну просто может быть придется почаще его обнулять или перепроверяться то есть друзья вот таким нехитрым способом с помощью вот такой вот поверочной штуковины мы с вами посмотрели что каждый из этих штангель циркуле работает четко в принципе никаких погрешностей нет что у электронного что стрелочного друзья я перевел наш штангель в дюймы давайте посмотрим как он померяет у нас дюймах у нас 4 знака после запятой запомним последние четыре цифры после запятой 96 85 еще раз 90 96 85 посмотрим как тесса померит 96 85 96 85 96 85 ну и давайте наш скажем так бюджетный вариант 96 85 96 85 друзья то есть вот он бюджетный rcbs он в принципе меряет точно так же как его старшие братья друзья ну что вот такой ролик у нас получился я вам попытался вкратце рассказать о тех штангелях которыми работаю я которыми наверное работают большинство стрелков выбор остается за вами пожалуйста смотрите выбирайте но хочу сказать еще раз что постарайтесь на такого рода измерительном инструменте не экономить купите один раз хороший штангель если вы его не уроните случайно не наступите не сядете на то с большой долей вероятность этот штангель вам прослужит долгие долгие годы и скорее всего еще перейдет по наследству к вашим детям мы постараемся снять ролики другом измерительном инструменте вот таких микрометрах вот такого плана индикаторах они немножко применяются по другому в релоуде вот постараемся этот момент тоже осветить так что вот как то так друзья всем спасибо за просмотр мы с вами обязательно скоро увидимся всем пока и